Девушки отдыхают После уроков. Это и есть уроки в обычной средней школе. Добро пожаловать на Мадейру. Это жизнь других. Мадейра – это один из самых старых курортов Европы. Он известен своими густыми лесами, живописными горами, черными пляжами и Криштиану Роналду. Но все это привлекает туристов. А мне ведь интересно, что нравится местным жителям. Это мы сегодня у них не спросим. Но с Криштиану я бы все равно познакомилась. Мадейра – это регион Португалии, в состав которого входит несколько островов в Атлантическом океане. Самый крупный из них так и называется Мадейра. Хотя крупный он тоже весьма относительно. Ведь здесь проживает всего 250 тысяч человек. И если я была бы одной из них, то вполне возможно, была бы женой Фабио, владельцем небольшого ресторана на берегу океана. Тогда я бы каждый день ела вкусную рыбу и любовалась живописными закатами. А еще я могла бы служить в лесной полиции, как Марко. Тогда я бы следила за чистотой лесов и спасала бы заблудившихся туристов. А вот если бы я была женой пенсионера Альберто, то просто наслаждалась бы жизнью, тратила бы деньги и больше ничего не делала. Но, к сожалению, Альберто не жена. Однако, в какой бы семье я ни жила, в бедной или богатой определенно точно одно. Если бы я рожала, то выбрала бы государственную больницу. Практически все местные женщины рожают в государственном роддоме. Ведь здесь есть врачи любого профиля. И если во время родов, не дай бог, что-то пойдет не так, то у нас сразу помогут. Частная больница лучше только условия в палатах. Об этом рассказала мне Анна. Она с удовольствием согласилась пообщаться, несмотря на то, что буквально на днях родила. Я вас поздравляю. Мальчик у вас родился? Да, мальчик. Кто-то присутствовал на родах у вас? Моя мама. А кто пуповину перерезал? Мама? Тоже мама. Мама перерезала? Вот это да. Ничего себе. По правилам нашей клиники, на родах может присутствовать любой родственник. Хоть мама, хоть муж, а хоть и двоюродный брат роженицы. Он же будет и перерезать пуповину. При этом, если роды проходят нормально, то никакие бахилы или маски родственнику надевать не надо. А скажи мне, имя вы выбрали уже ребенку? Да, его зовут Мадеш. Но это итальянское имя, ведь его отец итальянец. Если бы он был местным, как и я, то мы могли бы назвать ребенка только португальским именем из установленного законом списка. На сайте Министерства юстиции Португалии можно найти список имен, которые разрешаются давать своим детям, и список имен, которые давать запрещаются. Дело в том, что разрешенные имена соответствуют правилам орфографии португальского языка. Так банально удобнее. А ведь почти у каждого португальца по два имени и две фамилии от матери и от отца. А у вас в палате сколько человек? Сейчас только подвое. А это правда, что могут приходить родственники, сколько хотят, и находиться в палатах сколько хотят, и неважно, хочет ли женщина спать рядом, которая лежит, или отдыхать. Так и есть. Бывает шум, гам, но женщины к этому нормально относятся. Ведь через час-другой к ним придут такие же родственники. При выписке молодых мам и детей тоже существуют особые правила, и в первую очередь связанные с безопасностью. Выписка из роддома происходит на Маделье до 10.30 утра. Но выпишут только в том случае, если родственники, которые забирают ребенка, имеют с собой автомобильное кресло. Ну, если они едут на машине. Иначе остаетесь здесь. Пристальное внимание и качественный уход за пациентами в государственной больнице не стоит для местных абсолютно ничего. Государственная медицина здесь бесплатная для всех, кто платит налоги. Но, как и все бесплатное, имеет свои нюансы. Если тебя привозят по скорой больнице или ты сам приезжаешь, что-то есть вот такая табличка, как сказать, по степени ожидаемости. Если у тебя очень что-то срочное, то 10 минут ждешь. Если менее срочное, то 60 минут. Если совсем так себе не срочное, то 120 минут. А если ты вообще, я не знаю, у тебя там болит пальчик, то написано 240 минут, но в принципе отправляют домой. Но если вдруг ты сидишь, я не знаю, 120 минут, и у тебя там перестал чесаться глаз, и ты думаешь, а, пойду домой. Ты должен будешь заплатить за это штраф. Домой, конечно, можешь пойти, но штраф заплати. Интересно. После выписки из роддома местные мамы предпочитают не сидеть дома, а продолжать жить полноценной жизнью, развлекаться и отдыхать, как раньше. Когда родился мой первый ребенок, мы пошли в ресторан уже через два месяца. И то это довольно долго. Мои подруги уже через неделю ходили. На Маделье я остановилась в бутик-отеле Каштанейру. Тут есть все для отличного отдыха. Спа-центр с гидротерапевтическим массажем, турецкая баня, сауна, парикмахерская, массажные кабинеты и, конечно, комфортные номера. Кстати, отель расположен в самом красивом районе города – Фуншау. Всего в 20 минутах ходьбы от экологического парка. Ну, а если захочется посмотреть весь остров, то в отеле можно легко арендовать машину или велосипед. Одним словом, Каштанейру отличный выбор. Как ни посмотри. Часто бывает, что в общественных местах маленькие дети раздражают, да, кричат они в самолетах, в ресторанах, где угодно. А на Маделье к детям отношение абсолютно другое. Они могут орать сколько угодно, и все будут умиляться и радоваться. Всё просто. Если ребёнок кричит, значит, он здоров. А если он здоров, значит, счастливы и взрослые. По рассказам местных, в любом ресторане вашего малыша не просто рады будут видеть. Официант сам его с ложечки может покормить. Что же говорить об отношении к детям в местных садиках? Если вы не хотите своего ребёнка приучать к соске, а потом отучать с фандерсами, с горшками, ну, все мамы знают эти проблемы, то можете, если вы на Маделье, можете этого и не делать. Всё здесь, в садике ребёнка и отучат, и приучат, и всё это бесплатно. И вам вообще не нужно об этом беспокоиться. Мне это нравится. В детсад у нас можно отдать ребёнка уже с четырёх месяцев. Есть сады бесплатные, но попасть туда очень сложно. Просто не хватает мест. Поэтому большинство детей ходит в наполовину бесплатные для льготников или полностью платные. Например, у нас именно такой стоит 240 евро в месяц. Отличий между всеми видами садов практически нет. Кормят, согласно диете, рекомендованным министерством. А график работы почти везде одинаковый. Садик на Маделье работает до 8 часов вечера. Но если вы вдруг опоздали, не переживайте. Вас подождут и час, и два, и три, и четыре, и пять. Да господи, когда придёте, тогда и придёте. И ни копейки не заплатите. Мне нравится этот детский сад. В школу здесь берут с шести лет. А дальше привычные для нас школьные будни. Те же скучные для большинства уроки математики, языка или физики. Но вот после уроков у местных школьников становится действительно интересно. Я помню, что в школах у нас дополнительно можно было заниматься, и не знаю, там, вышиванием, приготовлением еды, там, спортом, не знаю, вождением автомобиля. А на Мадере дети занимаются на берегу океана. Даже как-то так неприятно, не знаю, или приятно. А вот что именно они учат на волнах Атлантики, да ещё в такую погоду, я решила спросить у них лично. Как часто у вас проходят уроки на океане? Раз в неделю. В каком вы классе сейчас? В седьмом. Нам по 12 лет. Хорошо, и что вы уже в 12 лет, что вы уже умеете? Расскажите мне. Умеем правильно плавать, управлять байдарками и каноэ, и мыться под душем, как это делают профессионалы. Ой, как прекрасно. А что значит, вы умеете мыться под душем, я прошу прощения? Я тоже умею мыться. Надо правильно смывать с себя соль, этому тоже надо учиться. Да вы что, серьёзно? Вот это да. Но вот сейчас начинается дождь, вы всё равно будете заниматься? Нет. Если погода плохая, мы убираем пляжи, собираем мусор и выбрасываем куда надо. Ну давайте я посмотрю, что вы будете делать, потому что я пойду под навес посижу. Слушаю, уже, знаешь, 12 лет у меня были, и давно. Школа Океана – это только один из факультативов, которые есть в нашей школе. А вообще, их десятки на выбор я посещаю три. В нашей школе почти каждый учитель ведёт один или два факультатива. Все делают это по собственному желанию, никаких доплат за это нет. Если начинающий учитель получает 1200 евро, то он её будет получать хоть с факультативом, хоть без. И несмотря на то, что все дополнительные занятия бесплатные, чего здесь только нет. И рок-группа, и кружок шахмат, и танцевальные коллективы, и строительство, робототехники, и театр. Да что там, даже уроки игры на балалайке. Но есть в местной школе ещё кое-что забавное. У меня в школе уроки начинались по звонку. Звонок и на урок. А на Мадере в школе уроки начинаются по хлопушке. Шучу, конечно. Просто это очередной факультатив. Кино и телевидение. Все дети разные. Поэтому мы стараемся придумать интересное занятие для каждого. Единственное, что мы прививаем абсолютно всем, это уважение к друг другу и любовь к природе. По моим наблюдениям, у местной школы получается и то, и другое. Народ здесь хоть и довольно замкнутый, но добродушный. А природа чистая и очень красивая. Горы, изумрудные леса, ручьи с кристально чистой водой. Вот всё как будто отфотошопленное. Часть нашей работы – это следить за чистотой леса и берега. Но, если честно, мусора здесь крайне мало. Местные его вообще в лес не выбрасывают. А тот, что на пляже, приносит океан. Мы живём на маленьком острове и прекрасно понимаем, что если бросать мусор себе под ноги, то через год мы окажемся посреди свалки. Служба, которая отвечает за защиту окружающей среды – это подразделение национальной гвардии. Но в народе их называют просто лесной полицией. Словом, что-то вроде наших лесников. Профессия не то чтобы престижная, но очень уважаемая. Чем ваша гвардия отличается от полицейских? Мы занимаемся защитой природы и спасением людей, которые заблудились в лесу, а полиция – своими криминальными делами. А, то есть, ну, они ловят бандитов, правильно? А вы спасаете природу? Скорее защищаем. И часто от людей. Хоть это случаи редкие, например, браконьерства у нас практически нет. Дело в том, что Мадейра – это остров, который образовался после извержения вулкана. Поэтому здесь фактически нет диких животных, а все, что есть, привезённые с материка. Самый крупный и опасный зверь на острове – это заяц. Логично, если нет животных, то нет и браконьеров. А на бивне зайцев, как вы понимаете, охотиться никто не будет. Но мало того, местные говорят, что и с насекомыми дело обстоит так же. Здесь даже комаров нет. Ну, слушай, честно сказать, тут на Мадейре у вас так всё тихо, спокойно. Никаких хищников нет, у вас тут только зайцы. Может, у вас зайцы-монстры, я не знаю. Как раз это спокойствие и обманывает. Люди часто забываются, сходят с маршрутов и теряются в лесу. Примерно раз в месяц кто-то дозаблудится. Но мы всех и практически всегда находим, ведь остров маленький. За 20 лет не нашли только 8 человек. Скорее всего, они упали в океан. Кстати говоря, штрафов за проступки, связанные с экологией, здесь так же практически не выписывают. Хоть они, безусловно, есть. Кроме прочих, на Мадейре ещё существует штраф за то, что человек, так сказать, перепутал океан с туалетом. Наказание за это от 100 до 1000 евро. Но на деле выписать его очень сложно, ведь попробуй такого человека поймай. А вот за что штрафы тут выписывают и часто, так это за вождение в нетрезвом виде. Если в крови водителя обнаружено 0,5 промилле, то по закону он ещё имеет право водить. Если же больше, тогда будет оштрафован. Говоря человеческим языком, за ужином можно себе позволить 2 бокала вина, а потом садиться и ехать. Но многим нашим людям очень сложно ограничиться всего 2 бокалами. Ведь вино – это наша история. Тут не поспоришь. Наверное, именно благодаря вину Мадейра этот остров стал всемирно известным. Винный бизнес здесь очень популярен и процветает уже не одну сотню лет. Благодаря особенной вулканической почве виноград у нас растёт, как на дрожжах. В год на острове делают 4 миллиона литров Мадейры. Большинство, конечно, идёт на экспорт, но местные тоже не отказывают себе в удовольствии. Раньше это был дорогой напиток, и люди пили его только по праздникам. А сейчас у каждого в доме найдётся литр другой Мадейры. Ведь самая дешёвая бутылка стоит буквально пару евро. И если бы налоги были нормальными, то вино стоило бы ещё дешевле. Дело в том, что налог на все напитки, кроме воды без газа, 22%, а на еду 12%. Поэтому в ресторанах жители Мадейры гораздо больше едят, чем пьют. А вот что именно они едят, я решила узнать лично, заглянув в гости к Фабио. Это очень типичное блюдо для Мадейры. Здесь всё свежее. Белая рыба, манго, лайм, лук. Ой, ну мне уже нравится. А что это за соус? Это апельсиновый сок. Пока всё очень просто, мне кажется. Вот я люблю такие блюда, вот знаешь, когда они готовятся просто. Вот это мне нравится. Да, проще не бывает. Осталось перемешать и всё. То есть подожди, ты хочешь сказать, что сейчас это всё перемешал, и это готовое блюдо? Именно. Рыба вступает в реакцию с кислотой цитрусов и лука. Ферментируется и готово. Если на континентальной части Португалии чаще готовят замороженную и вяленую рыбу или мясо, то у нас на Мадейре большинство блюд и свежие рыбы. И мы любим, когда всё просто и быстро. Здесь главный секрет именно в свежести продуктов. Слушай, это шикарный вообще рецепт для даже такой хозяйки, как я. Просто перемешиваешь манго, лук, рыбку, зелень, заливаешь всё лаймом и апельсиновым соком, и всё, ребята. И потом мне нужно эти два часа вот это стоять. Я так ненавижу это всё готовить. Так, всё, записала рецептик. Давай. Приятного аппетита. По своей сути, блюдо напоминает селёдку с луком и уксусом. Но по вкусу это, конечно, небо и земля. Точнее, небо и вода. Рыба всё-таки. Вкусное, освежающее, а главное, очень лёгкое блюдо. Теперь понятно, почему все местные выглядят подтянуто, как спортсмены. Потому что по ресторанам ходят. Жители Мадейры как минимум раз в неделю ходят в ресторан с семьёй и почти каждый день обедают в заведениях. Средний чек на человека примерно 25 евро. При средней зарплате 800 евро эта сумма для местных вполне приемлема. Но есть здесь и те, для кого это вообще не деньги. Это успешные люди, которые зарабатывают очень хорошо благодаря своему таланту или бизнесу. Одной из таких является Нини. Она знаменитый на весь мир дизайнер мебели. В чём уникальность вашей мебели? Основная идея моего дизайна это сходство с нашей галькой. Плавность и округлость форм это главное. А вдохновили меня на это местные дети, которые ныряли за монетами, а вместе с ними поднимали со дна океана красивые камни. А как давно вы этим занимаетесь? Уже 35 лет. Я училась в США и в Дании, но потом вернулась сюда. Ведь именно Мадейра вдохновляет меня на творчество. Благодаря такому вдохновению Нини выиграла не одну международную награду и считается топовым мировым дизайнером. Поэтому и цены на её изделия совсем немалые. Вот, к примеру, такой прекрасный диванчик будет стоить 40 тысяч евро. Я знаю, многим может показаться, что цены довольно высокие. Но на самом деле моя мебель делается только из лучших материалов. У неё всегда уникальный дизайн и, конечно, известное имя. Причём в буквальном смысле, ведь на каждом изделии стоит мой автограф. Знаете такое выражение «глаза на мокром месте»? Так вот, с моими частыми перелётами и переездами кондиционерами в гостиницах глаза наоборот на сухом месте. Ну, хорошо, что у меня есть артеллак. Артеллак – отличные увлажняющие капли без консервантов, которые моментально дарят комфорт вашим глазам. Флакон серебряной пружины не пропускает бактерии внутрь, а в поездках будут удобны одноразовые унодозы. Продукт произведён в Германии. Вот такое знаменитое кресло, так скажем, которое стоит здесь, точно такое же золотое у Роналду в доме. Ну, можем себе только представить, как это удобно и прекрасно. Всё, не мешайте, я отдыхаю. Ну, конечно, тут можно же положить ещё подушечки, понимаете? И, кстати, очень-очень прекрасно, очень удобно и комфортно. Хотя я хочу сказать, что лежать мне на любом диване удобно. Причём здесь Криштиану Роналду я расскажу немного позже. А какая цена его дивана, мне и спросить страшно. Думаю, учитывая местный уровень жизни, просто народ себе такой позволить не сможет. Ведь, например, зарплата водителя городского автобуса почти 800 евро в месяц. А проезд в таком же автобусе от евро 60 до 4,5 евро. Городской автобус это основной вид транспорта на острове. Есть у нас ещё паром, но он только один. Ходит между Мадейрой и соседним островом Порто-Санту. Опоздать на автобус у нас невозможно, ведь по всей Португалии действует специальное приложение для телефона, в котором можно увидеть, где находится любой автобус любого маршрута в данный момент. И сколько ему ещё осталось ехать до вашей остановки. Но если с общественным транспортом внутри острова всё просто, то с перелётами на сам остров дело обстоит гораздо сложнее. Самолёты здесь часто сбиваются с графика, а порой и вовсе улетают садиться на соседние острова. Аэропорт Мадейры один из самых сложных аэропортов для взлёта и посадки. Дело в том, что здесь очень часто дует сильный ветер. Кроме того, взлётно-посадочная полоса почти в два раза короче, чем в других аэропортах. Раньше полоса была ещё более короткой, всего полтора километра. Но после нескольких несчастных случаев достроили ещё километр. Полоса стоит просто на железобетонных колоннах. Этот аэропорт часто включает в топ рейтингов самых опасных в мире. Дело в том, что посадить здесь самолёт самостоятельно не сможет даже самый опытный пилот. Ему обязательно понадобится помощь диспетчера. Мне тоже понадобится ему помощь, но чтобы разобраться, в чём же причина опасности. Карл, скажи мне, чем ты занимаешься вообще? Я контролирую взлётно-посадочную полосу и всё, что на ней происходит. И, конечно, помогаю пилотам самолётов. Что нужно заканчивать, чтобы на такой короткой полосе сажать самолёт? В наш аэропорт летают только пилоты высшей категории, да и те после специальной подготовки. Дело в том, что здесь, перед посадкой, нужно направить самолёт просто в скалу и только в последний момент повернуть в сторону полосы. Всё это курирует диспетчер. Ни одного пилота не поставят лететь на Мадейру, пока он не пройдёт специальное обучение на симуляторе, где есть виртуальная модель именно нашего аэропорта. А скажи мне, а вы проходите какую-то квалификацию, какую-то, не знаю, психологическую проверку, а если вдруг тут какие-то люди, ну, ты же понимаешь, всякое может быть, там, с женой дома поругался и плохое настроение, то же должна быть такая суперконцентрация всё время у вас. Конечно, мы каждый год проходим переподготовку и дополнительное обучение. А если что-то дома случилось, то у нас здесь есть штатные психологи, которые быстро помогут справиться с любой проблемой. Нужно понимать, что здесь далеко не каждый человек будет работать. Многие отсеиваются ещё на этапе обучения, ведь после него и практики мы сдаём десяток самых разных тестов, в том числе психологических, а потом раз в год сдаём их ещё раз. Сейчас будет посадка самолёта, вы просили не мешать. Вот видите. и тяп-тяп-тяп-тритная методик, и тяп-тяп-тюп, и декста и потушечки. Этоп-тюп. Этоп. 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 Итп. Итп. Аэропорт Мадейры. Совсем недавно ему дали новое имя, новое и очень знаменитое имя. Для того, чтобы на Мадейре стать диспетчером, нужно очень долго учиться, год проходить практику, проходить очень много тестов психологических в том числе. А для того, чтобы твоим именем назвали аэропорт, нужно стать футболистом. Красавчик. Если вы не узнали человека в маске, то вы наверняка узнаете его имя. Ведь точно его слышали, даже если ни разу в жизни не смотрели футбол. Это Криштиану Роналду. Дело в том, что обладатель, победитель и рекордсмен всего, что связано с футболом, родился на Мадейре. Мы очень гордимся, что такой талант появился на свет именно на нашем маленьком острове. Я даже если куда-то еду, то всегда говорю, мол, я с Мадейры, родиной Роналду. В аэропорту стоит его бюст, есть еще бронзовая статуя, музей Криштиану, есть его магазин брендовой одежды. Ну и, конечно, полно рекламы с его лицом. Туристам часто кажется, что упоминаний Роналду здесь так много, что нас, местных, это уже бесит. Но нет, наоборот, он же привлекает туристов, а значит, делает родной остров богаче. И не только богаче, но и здоровее. Ведь для местных тема спорта в последнее время обрела культовый характер. Здесь практически каждый где-то бегает, прыгает, что-то качает или во что-то играет. А специальности, связанные с здоровым образом жизни, самые популярные в местном ВУЗе. Я учусь на тренера. Выбрала факультет физкультуры, во-первых, потому что мне нравится спорт, а во-вторых, потому что после выпуска я без проблем найду работу по специальности. Государство у нас очень щедро и активно вкладывает деньги в спорт. Везде есть площадки, залы, тренажеры, бассейны и так далее. Поэтому и народ спортивный. Кстати, только когда я пришла в университет, я поняла, насколько серьезно местные к этому относятся. Им даже спортзалы не нужны. А желание заниматься спортом здесь в буквальном смысле на каждом шагу. Я заметила, что на Мадере, на всех лестницах, на каждой ступеньке написано, сколько ты сжигаешь килокалорий. Причем самое интересное, что это написано в больницах, университете, в школах, во всех госучреждениях. Хоть даже и есть лифт, но им никто не пользуется. Все ходят пешком, чтобы быть здоровым. Так, смотришь ненароком раз и похудеешь, не дай бог, господи. А мне идти, знаете, на какой? На шестой этаж. Считайте, сколько килокалорий я сейчас сброшу. Ой, можешь налить все же, а? О, господи. Как вы понимаете, чтобы поступить на факультет физкультуры, нужно пройти конкурс, ведь желающих хоть отбавляй. Но зато на остальные специальности поступай, а? Не хочу. В университет у нас берут по результатам вступительного экзамена и успеваемости в школе. Но зачастую поступление никаких трудностей не составляет. Особенных трудностей не составляет и обучение. Нужно просто не забывать платить 670 евро в год. Если ты поступил в местный университет, вылететь из него практически невозможно. Если ты не сдал экзамены, ничего страшного, тебя отправят на пересдачу. Если ты списал на экзамен и не это заметили, ничего страшного, его аннулируют и тебя отправят на пересдачу. Если ты не ходил на лекции и не можешь сдать экзамен, ничего страшного, тебя отправят на пересдачу. Но это будет длиться до тех пор, пока ты платишь за университет. Перестанешь платить, вот тогда начнут проблемы. После окончания вуза многие едут работать в другие страны или на континенты. На Мадейре же легко найти работу, связанную с туризмом. Ведь это довольно популярный курорт. А местные всегда рады видеть гостей. Народ у нас с одной стороны гостеприимный и улыбчивый, но с другой – очень осторожный и закрытый. Например, к себе в дом жители Мадейры впустят только близкого друга или родственника. Это чистая правда, когда я искала, кому бы из местных пойти в гости, меня не хотели принимать практически никто. Где-то на работе или в ресторане поговорить, пожалуйста, но не дома. Это связано с тем, что народу здесь живет мало. Все всех знают и постоянно друг о друге сплетничают. Словом, живут не своей жизнью, а жизнью других. Как бы это сложно ни было, в гости к местным я все-таки попала. Меня пригласила к себе Таня. А когда я зашла в квартиру, то совсем не поняла, что именно местные так стесняются показывать. Совершенно обычная квартира, даже удивить нечем. Живет она здесь с тремя детьми и мужем, но встретила меня сама. А где твой муж сейчас? В командировке. О, вот ты отдыхаешь, пока его нет, да? Кто вот у вас, ну, то есть я думаю, что если муж в командировках часто, то ты, наверное, сама занимаешься домом, то есть тебе никто не помогает. Есть помощница, которая приходит раз в неделю, но в основном я делаю все сама. Квартира у нас не такая большая, где-то 100 квадратов. По хозяйству вполне можно справиться самой. А вот с платежами уже сам не потянешь. Коммуналка у нас 600 евро в месяц. А вообще на жизнь семьи надо где-то 4000 евро. Мне сказали, что на модере мужчины очень такие, знаешь, как-то сказать, вяленькие. Ну, не вяленькие, а такие пассивные. Сначала романтичные, а потом быт, дети, рутина. Сама понимаешь, люди меняются. Да, вначале это да, вначале это... Ой, не трогай мою больную тему, так сказать. Наши мужчины могут что-то приготовить, но заставить их сделать что-то по дому нереально. Сидит с пультом в своем кресле, как фараон с жезлом, и футбол смотрит. Знаешь, я слышала, что на Мадере есть проблема с домашним насилием. Вот ты слышала вот такую проблему? Да, к сожалению, слышала. Есть у меня даже знакомая, у нее это было. Но она ничего не делала. Опять же, семья, дети. Страшно все в жизни резко менять. Почему? Почему на Мадере об этом все молчат? Сейчас уже не все молчат. А раньше, да. Раньше и таких случаев было куда больше. Ведь за это практически никого не наказывали. Но если ты заявишь в полицию, тебе помогут или нет здесь? Были случаи, когда игнорировали. Но это редкость. Чаще всего помогают. Сейчас дела о домашнем насилии суды рассматривают без очереди. Если даже суд ушел на каникулы, из-за такого дела он выйдет на работу. Все ради того, чтобы как можно быстрее обеспечить жертве защиту. Кроме полиции, есть специальная организация, куда женщина может обратиться за помощью. Но чаще всего сначала звонят в полицию. А если мужчина совсем буйный, на него даже могут надеть браслет, чтобы следить, что он не приближается к жертве. Еще до меня дошли слухи, что на Мадере частое явление супружеская измена. Интересно, так ли это? Бывает, но думаю, как и везде. Есть и порядочные люди. Не, ну понятно, что есть порядочные единицы. Конечно, мы же не будем показывать на них пальцем, правильно? А если ты узнаешь, что твоей подруге изменяет муж, ты скажешь подруге или нет? Только если подруга очень близкая. А в остальном предпочту не лезть в чужие отношения. Это правда, в чужие отношения лучше никогда не лезть. А вообще женщины на Мадере, они, когда узнают, что мужья им изменяют, они разводятся или терпят? Ну, в большинстве своем. Женщины чаще всего прощают и стараются сохранить отношения. А мужчины прощают? А мужчины тут гордые. Они уходят. Вот ты как женщина с Мадерой, что бы ты посоветовала женщинам в других странах делать, если им изменяют мужья? Ну, вот знаешь, как с этим жить? Любить себя и разойтись. Вот это я понимаю. Неспроста мне все-таки говорили, что местные любят сплетничать. Видите, я и сама не удержалась, и за всеми этими пересудами даже забыла рассказать еще один интересный нюанс. А интересно для меня стало то, что практически в каждом доме здесь есть свое хозяйство. Мы, островитяне, любим все выращивать самостоятельно. Да и грех этого не делать с таким-то климатом и почвой, как у нас. Практически у всех на заднем дворе есть огородик или сад. Выращивают кому что нравится. Например, у моего соседа справа лимонные деревья, а у соседа слева апельсиновые. А у того, что напротив, вообще стадо альпак. Но сельское хозяйство здесь не просто хобби местных жителей. Это одна из основных отраслей экономики острова. В промышленных масштабах выращивают здесь много всего. Но мне посчастливилось попасть на плантацию бананов. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что бананы растут сразу в пакетах. Слушай, Нельсин, я думала, что я приду на плантацию, тут будут стоять пальмы дикие, обезьяны прыгать, а тут какие-то виллы поддерживают эти пальмы. Для чего они, вот эти палки эти, зачем? Это просто поддержка, чтобы деревья от ветра не попадали. А, да ты что, серьезно? А бананы почему в полиэтилене? Пакеты защищают урожай от насекомых и грибков. На этой плантации работает около трех тысяч человек. И для большинства это просто подработка. Поэтому и зарплату получают от выработки. У всех она разная. Мы выращиваем около ста тысяч килограммов в год. А так как у нас всегда тепло, урожай собираем каждый месяц. А это правда, что вы их срываете зелеными? Обязательно. Иначе они испортятся еще до того, как попадут в магазины. Сколько времени должно пройти, когда вот вы их сорвали с дерева, и они зелененькие где-то лежат? Примерно две недели. Но смотря где лежат. Если зеленый банан лежит рядом со спелым, то он поспеет быстрее. Как интересно. Слушай, а ты любишь бананы вообще есть? Люблю, конечно, но никак не могу ними наесться. Здесь ведь они всегда зеленые. То есть ты можешь пойти нормально в супермаркет, купить себе бананы и съесть, понимаешь? А на рабочем месте человека, который выращивает бананы, не может наесться бананами, потому что они зеленые. После сборки урожая его отправляют на фабрику, где распределяют по категориям. Здесь на фабрике бананы делятся на три категории. Премиум класс. Первая и вторая. Премиум идет к нам в супермаркеты, где мы ее покупаем. Первая и вторая уже так, по дешевке на рынок. Вот эта вот идет явно в супермаркет, явно премиум класс вот эта. А, хотя подожди, подожди, тут столько пятен нет на рынок. На рынок. Это на рынок. Это на рынок. Поднипи атаку, что происходит, что в супермаркет идет. Средняя себестоимость килограмма бананов 68 евроцентов. Вообще, сельскохозяйственный бизнес – довольно успешное занятие на Мадере. Урожая часто, вредителей почти нет. А налоги? Ну, налоги уже для каждого свои. Налоги на доход по всей Португалии одинаковые и зависят от заработка. А 14,5% – если человек зарабатывает меньше 7 тысяч евро в год. До 48% – это если доходы превышают 80 тысяч евро в год. Короче, я отдаю половину заработка. По части разных проверок здесь тоже непросто. Об этом мне рассказал Альберто. Он в прошлом успешный бизнесмен. Ресторатор, а сейчас пенсионер. Не так давно он решил, что пора отойти от рабочих дел и выдохнуть. Теперь каждый день гуляет по пляжу и ходит по ресторанам. Альберт, я так понимаю, ты тут знаменитая личность на пляже. Сколько лет ты уже на пенсии? Уже девятый год. Когда почувствовал, что устал и что заработал достаточно денег, понял, что пора наслаждаться жизнью. Теперь отдыхаю, путешествую, словом, делаю, что хочу. Ну, скажи мне, так живут, как ты, и имею такую философию, многие пенсионеры здесь на Мадеире? Нет, большинство рассуждают иначе. Понимаешь, дело в том, что местные живут здесь на маленьком острове и за всю жизнь никуда не выезжают. Для них весь мир здесь, им больше не надо. Они просто не видят, как измениться. Ну, скажи мне, выплаты, которые получают пенсионеры здесь на Мадеире, хватает, чтобы достойно проживать свою пенсию? Или нет? Или они вынуждены работать, те, кто не скопил денег? По-разному. Смотря где и как работал. Пенсионные выплаты в Португалии зависят от налогов, которые человек платил. Если работал на обычной работе, то и пенсия будет каких-то 600 евро в месяц. Этого, конечно, хватит, чтобы прожить, но недостаточно, чтобы получить от жизни удовольствие. Пенсионный возраст в Португалии 66 лет, а минимальная пенсия всего 200 евро. Но даже при этом местные пожилые люди предпочитают отдыхать на пенсии, а не продолжать работать. Но мне еще проще в том смысле, что у меня нет детей. Я трачу деньги только на себя. То есть у тебя нет детей, а жена у тебя есть? Нет, я никогда не был женат. Все время торчал в своем ресторане. А женщине ведь надо нежность и внимание. Если ей этого не давать, то она уйдет к другому. Ну а жениться хочешь? Сейчас как раз самое время. Слушай, а работы нет? Путешествовать можешь, развлекаться. С приятной женщиной. Почему бы нет? Почему бы и нет? Возможно, я немного поздно понял, что всех денег не заработаешь. Но с другой стороны, силы у меня еще есть. Здоровье тоже. В конце концов, сейчас я уже не тот горячий юноша. Сейчас я знаю, как быть заботливым, внимательным и романтичным. Короче, по-моему, наша программа переформатируется. Итак, Альберто. Состоятельный пенсионер, который много путешествует, который хочет дарить нежность женщину. Дорогие женщины, Мадейра. Прекрасный климат, шикарный мужчина. Что вам еще надо? Мне? Уже нравится. Но, к сожалению, я еще, знаешь, немножечко занята. Как вы уже наверняка заметили, большинство жителей Мадейры очень привязаны к своей земле. И неудивительно, что даже после того, как они уходят в мир иной, они хотят остаться здесь, на родном острове. Вот только места хватает не всем. Те жители Мадейры, которые хотят, чтобы их похоронили в земле, должны копить деньги и годами ждать места на кладбище. И не факт, что они его дождутся. Дело в том, что территория кладбища у нас ограничена и расширяться никогда не будет. Ведь остров маленький, и если кладбище расширять, то со временем он весь превратится в кладбище. И, само собой, все это дело совсем не бесплатное. Подавляющее большинство усопших мы кремируем и хороним в урнах в стене. Это стоит 300 евро. Если же человек хочет быть похороненным в земле, это обойдется в 4000 евро. Опять же, при условии, что есть места. Ведь усопших и старых могил переносят крайне редко. Я бы назвала жителей Мадейра удивительными людьми. Они всегда относятся к тебе гостеприимно, но при этом держатся на расстоянии. Они с удовольствием угостят тебе бокалом вина и свежей рыбой, но вряд ли пригласят к себе в гости. И они вряд ли откроют тебе свою душу. Но уж если это сделают, то будь уверен, что это по-настоящему искренне. Субтитры создавал DimaTorzok Если бы я жила на Мадейре, то начинала бы свое утро с чашечки вкусного кофе. Ела бы много рыбы и никогда никуда не спешила. Вы скажете, что это точно так же, как и в любом другом регионе Португалии. Но каждый местный заверит вас, что это не так. Потому что... У нас другой характер. Мы более замкнутые, но зато и более веселые. Мы очень спортивные, но любим немного выпить. У нас совершенно другая еда. Мы любим посплетничать и громко веселиться. А я считаю, что мы все одинаковые. Мадейра пьянит, как крепкое вино. Достаточно одного глотка, чтобы начать любить все на этом острове. И перестать замечать любые минусы жизни, как своей, так и жизни других. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова